ПОТАПИНКА БУДЕТ ПОТАПИНКА БУДЕТ Она получила условку. Новость, конечно, мы не можем пройти мимо, которая вчера просто взволновала и медиа, и соцсети. Апелляционный суд в Нидерландах вынес решение, в соответствии с которым бывшим акционером нефтяной компании ЮКОС должна быть выплачена компенсация. И компенсация немаленькая. Это 50 миллиардов долларов. Это означает, что решение Международного арбитражного трибунала от июля 2014 года о присуждении экс-акционером ЮКОСа рекордной компенсации снова в силе, по крайней мере, об этом говорится в пресс-релизе голландского суда. И суд аннулировал решение окружного суда ГААГи, которым тот в 2016 году отменил постановление ГААГского международного арбитража. Вот. Что, как ты думаешь, не успели мы, да, пока еще внести в Конституцию? Да, но это же не имеет значения. Сейчас там долго зашло как раз объяснение, в том числе пропагандистские каналы, что, ну вот, главное теперь по-быстрому принять все поправки в Конституцию, и вот тогда будет нам счастье. Тогда на этот полтинник не надо будет выплачивать. Ну, вообще, во-первых, выплачивать все равно придется, потому что это никаким образом принимаем мы международные права и не принимаем. Мы как собираемся, я, вот просто я пытаюсь выстроить логическую цепочку с точки зрения даже пропагандиста. Хорошо. Мы говорим, что мы не исполняем ни один международный акт. Вопросов нет. Согласен. Даже подписался. Я дико извиняюсь. Мы, когда нашу нефть-матушку и газ-батюшку поставляем туда, мы, видимо, хотим же получить деньги обратно. Вот, ну, почему-то, по какой-то странной причине. Но при этом говорим, что вот подписанная бумажка на поставку вот нефти и газа, она, мы ее признаем или не признаем? Мы просто вот как-то должны определиться. А, ты имеешь в виду, что с одной стороны международное право будет работать, а с другой стороны нет? Мы как-то либо крестик снимите, либо труселя оденьте. Понимаешь, Дим, тут же еще ведь есть одна история. Дело не только в продаже там нефти и газа. Дело в том, что и такие уже были ситуации, наверное, ну, последние громкие. Это попытка ареста одной из выставок, наверное, лет 8 где-то назад российских. Ведь действительно в исполнении вот этого суда арбитражного могут начаться аресты имущества России за границей. Ты же понимаешь. А мы на это ответим чем? Мы на это ответим задержанием иностранных граждан. А, и потом будем менять. Точно! И у нас появится новая бартерная экономика. У нас, собственно говоря, дело Майкла Калвито. Я только хотела сказать, махнем Калви на какой-то из арестованного имущества. Конечно, я же не просто так говорил о консервах. То есть в люди это в виде консервов. Другое дело, что вот на кого наших менять, понимаешь? Потому что консервов становится все больше и больше. В основном это на наши люди. И вот их-то точно не с кем ни на что поменять. А иностранные граждане будут... Будет у меня такое ощущение, что они будут все время опасаться заехать на территорию Российской Федерации, дабы не стать такой самой консервой. Это, кстати говоря, вот ты знаешь, вот ровно в эту секунду пришло примерно такое же сообщение в наш WhatsApp. А я напоминаю, плюс 7903-797-6333. Если следовать вашей логике, Дмитрий Валерьевич, то иностранцы действительно скоро будут бояться приезжать к нам в страну. А это значит прощай туризм, а это значит прощай довольно серьезные деньги. Ну, слушайте, нет. Не до такой степени, я конечно... Конечно, ну, все-таки давайте там обмен на израильтянки, которая задержана в транзитной зоне. То есть это кого надо, нога. Все понимали, кого задерживать. То есть это не проходной вариант. То есть, конечно, да, люди, которые обладают сколь-нибудь значимым статусом в международной политике, в международной экономике, там, дети их, родственники, близкие, будут, конечно, стараться облетать как-то территорию, дабы консервой не стать или не стать заложником. Как это вообще в нормальной практике называется. Ну, может, заложники. Так, еще одна новость, которая вчера пришла к вечеру. Ну, что вот, ребят, мы месяц уже, как знаем, что Владислав Сурков, отдел, вроде как отошел и отправился медитировать. Медитирует, он медитирует. Ну, вот только вчера Владимир Путин официально Владислава Суркова уволил. Ну, техническая история. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Вступает в силу указ со дня подписания. Я напомню, что о том, что Владислав Сурков покинул пост помощника президента, известно стало еще в конце января. Рассказал об этом директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Человек, близкий к Суркову. Официального указа не было. Нам было сказано, что на месяц Владислав Сурков собирается отправиться медитировать. Напомню, что Сурков пришел на работу в администрацию президента в 99-м году. Дослужился до замглавы администрации. В 11-13-х годах работал в правительстве, занимая пост вице-премьера. Ну, а в 13-м году Сурков вернулся в администрацию президента и стал куратором управления по сотрудничеству с СНГ, Абхазией, Южной Осетией. И именно он курировал направления ДНР и Крымские. Я просто... Мне интересно, куда его переместят. Потому что Владислав Юрьевич не останется вообще без места. Тут даже вопросов быть не может. И в какую обойму он попадет. Потому что он должен попасть... Поскольку он человек амбициозный, никакая медитация тут даже речи быть не может. Здесь будут очень долгие... Я думаю, будут идти долгие-долгие консультации, прежде чем его куда-то вывести на работу. Потому что с понижением статуса его нельзя выводить. Потому что, ну, это будет его личное... Лично его сердце лично обидит. Поэтому... Слушай, ну, смотри... С его перемещением очень непростая ситуация. Мы как-то привыкли. У нас там, когда кого-то увольняют или снимают с должности. Перемещают. Переводят у нас это, да, как правило. Перемещают. Появляются разнообразные версии в СМИ, да. Вспомни, например, там с тем же самым Мутко. Так и получилось, как со ссылкой на свои источники. Об этом некоторые средства массовой информации писали. Ну, это вторая корпорация по российским деньгам. Это Дом РФ. Это вторая. Это просто... Я тебе к тому, что здесь-то тишина. Почему? Ничего подобного. Владислав Юрьевич прочит Газпром Медиа. Так, на секундочку. А, все-таки появились уже слухи. Нет, нет, уже... Владислав Юрьевич прочит... Он один из, там, трех-четырех претендентов на Газпром Медиа. А это первые деньги, соответственно. Соответственно, страны со всеми остальными бюджетами. И здесь... Это вот как раз это идет позиционная борьба. Куда он переместится? И тут как раз задача-то... То есть у нас начнется новый итог... Виток, точнее, игр в пропаганду? Это зависит от того, кто возглавит. Потому что там еще есть... Ну, там есть варианты. То есть Владислав Юрьевичу нельзя переместить низко. Друзья, еще раз. Это по слухам, которые гуляют, да? И в телеграм-каналах. Ну, не только телеграм-канал, но... Обсуждение идет. Все равно принимать решение будет только ВВП. Больше никто принимать это решение не будет. Потому что это как раз чиновник федерального, как говорится, круга, ближнего круга. И принимать будет лично он. То есть вариант о том, что там действительно могла произойти, ну, так скажем, по-детски, выражаясь детским языком, произойти какая-то крупная ссора. И сейчас Сурков начнет какую-то свою игру, и ты не принимаешь. Боже, а как это было бы интересно, Дима? Ну, он человек в системе. Он сам в системе. Собственно, его система. Да, его система. Поэтому перемещать его куда-то очень сильно далеко, ну, там, даже само перемещение его на украинскую тему, это, в общем-то, для него не по погонам. То есть это для него, в общем, понижение с точки зрения его какого-то аппаратного веса. И здесь нельзя его отправить в отставку. То есть его либо надо поднять, а медленно опустить нужно только-только при условии, что с ним надо будет на эту тему договориться. Ну, все-таки человек долго-долго работал. Слушай, у них очень сложные взаимоотношения. Понимаешь, я каждый раз, когда вот в это все погружаюсь, я понимаю, что там до каких-нибудь онкобольных детей, вот им точно далеко. Понимаешь, там про какие-то препараты, а уж про предпринимателей вообще, господи, хочется сказать, вот правда, вот занимайтесь, у вас... Иди отсюда, мальчик. Да-да-да, вот там они занимаются, понимаешь, они мир передвигают, понимаешь, они горы, у них там тектонические сдвиги. Правда, это все равно мыши, мышиная возня, потому что все равно все помрут. И самое главное, что, в общем, после их вот этих крупных игр ничего не останется. Когда они уйдут, о них даже, об этих играх никто не будет вспоминать, потому что они не имеют содержательного смысла. Ну, даже вот мы сейчас это обсуждаем, вот куда его переместят, будет ли виток пропаганды? А чего, что прямо фатально поменяется? Ну, вот вчера Юра Дудь-Колесникова, соответственно, допрашивала. Ой, посмотрите, ребят. Ну, допрашивал. Ну, хорошо, и там... Нет, что поменяется, я тебе скажу. Нас, кстати, не упомянули. Если вспоминать работу... Отсутствие наличия цензуры. Если вот вспоминать всю работу господина Суркова, по крайней мере ту, о которой мы можем предполагать, что он имел к этому отношение, это всегда какие-то попытки создания сложных кружевов, в отличие от всей остальной нашей политики. Это люди, которые привыкли прямо, тупо, топором. Он вот это любит. Кружево пьет. Я тебе про то и говорю, что если это сейчас будет направление пропаганды, то это интересные изменения, которые могут нас ждать. Не в технологиях. Технология придумана, и она одна, а именно в подходах. Ты знаешь, ну, вот, давай так. Вне зависимости, куда она, значит, уйдет он... Если брать из всех условных политтехнологов высокого уровня, его игра наиболее интересна с точки зрения наблюдения, с точки зрения наличия мысли. Мы сейчас не говорим позитивной, негативной, а именно мысли. То есть он действительно плетет это кружеву, потому что за его вот этими хитросплетениями хотя бы интересно наблюдать. Он действительно не, там, хочешь быть передовым, сей квадратно-гнездовым. Есть какой-то, понимаешь, есть какая-то фантазия, есть какая-то идея. Это любопытно. Именно как для исследователей. Там уж то, что это достигает иных целей, там, и он на другие цели поставлен, ну, это уж извините. А в этом смысле, ну, конечно, хотелось бы, чтобы он вернулся, по крайней мере, знаешь, какой-то будет оживляш. Движ, движ это называется. Нет, он все равно будет негативный, но это хотя бы будет движ, а не просто квадратно-гнездовый. Значит, еще новости, друзья. Как я уже сказала, из свежего прокуратура проверят на содержание экстремистских материалов тульский книжный магазин «Свидетель», который участвовал в акции в поддержку фигурантов дела сети. Медиазония об этом рассказала владелица магазина Ирина Рочева. По ее словам, узнала она о проверке от помощницы прокурора пролетарского района Тулы. Та уточнила, что прокуратура проверит магазин по запросу центра «Э». С чем связан этот запрос? Сотрудница прокуратуры, разумеется, не смогла объяснить. И растет общественная поддержка фигурантов дела сети. Вчера стало известно, то есть у нас уже отметились, значит, кинематографисты, галеристы, учителя, психологи. И вчера стало известно о том, что представители российского анимационного сообщества в открытом письме потребовали пересмотра дела сети. Подписались под этим письмом около 200 человек. Константин Бранзит, Гарри Бардин, другие. Кстати, телеканал «Дважды два» подписался под этой петиции в полном составе. Я считаю, что это правильно, потому что в данном случае это и есть проявление гражданского общества. Вот это если подпишутся учителя, врачи, там, полицейские какие-нибудь. Да вообще не вопрос. Я считаю, что это нормально. Абсолютно профсоюзы какие-то. Слушай, я слово-то вспомнил такое. Профсоюзы. Профсоюзы должны отставить. Ну, теоретически-то профсоюзные движения всегда же должно быть там. Конечно. Ротфронт. Ну, когда оно реально существующее. Да, они выступают только 1 мая, когда распределяются путевки ВЦСПС. Да, я напомню, что вчера также появилась информация о том, что адвокаты всех осужденных по делу сети приговора обжаловали. Правда, это, ну, это, понятное дело, совершенно не значит, что всех взяли и вытащили. Это суды следующей инстанции. Апелляции будем ждать. Еще одна новость. Это называется как это? Убираем тот бред, который причинили чуть ранее. Государственная Дума, друзья, таки отменила штрафы за нацистскую символику. Теперь ее можно демонстрировать без целей пропаганды. Ты хочешь сказать, что теперь Штирлиц будет не заблюрен? Ты знаешь, Штирлиц его не затирали. Нет, его не затирали, но я хочу тебе напомнить, что есть у нас люди, которые подверглись уголовному преследованию. Ты помнишь, один из пользователей, по-моему, Фейсбука, если я ничего не путаю, который у себя в посте выложил фотографию, снимок парада, известного парада на Красной площади. И этот снимок есть в учебнике истории. По нему учатся дети. Тем не менее, человек получил уголовное преследование. У меня даже было ощущение, что он несколько раз был на обложке. Именно, да. Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки КОАП, отменяющий административную ответственность за использование нацистской символики. Отныне штрафы, размер которых составлял до 50 тысяч рублей, между прочим, не будут распространяться, друзья, здесь внимание, на случай, когда, цитата, формируется негативное отношение к идеологии нацизма, экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии. Не хочешь ли ты сказать, что мы Кролик Джоджо увидим? Ха-ха-ха-ха! Какой хороший вопрос! А-ха-ха! Нет, ну вот, по-хорошему-то. Ну, по формальным признакам. Если они отменяют, то Кролик Джоджо... В общем-то, может зайти в прокат. Ну, потому что, извините, нацистская символика, ну, кто не видел, ну, это фильм такой, знаете, мультик. Такой. Ну, мультик. Между прочим, с претендентом на Оскар, и, по-моему, за сценарий получил таки в Атити. Ну, я вот насчет Оскаров не знаю, но просто, ну, фильм такой. Ну, посмотрите. Ну, скачайте с торрентов. Не буду рассказывать, но, в общем, интересно, что-то там есть. Может быть, фильм не абсолютно неинтересный, наоборот. Ну, символика там есть, присутствует. Вы просто символику поищите, а в сюжет не вдумываетесь. Вот. И вдруг кролик Джорджа может выйти на... Ну, пусть даже не самый широкий экран, но раз уж отменили, там как раз нацизм, в общем-то, показывается, скажем так, в негативном контексте. Ну, во-первых, Штирлиц, теперь все нормально. Можно смотреть, не опасаясь, что сейчас тебе начнут взламывать двери. Я напомню, что в ноябре 2019 года депутаты уже приняли закон, который разрешает демонстрацию нацистской экстремистской символики при отсутствии пропаганды и в учебно-просветительских целях. Тогда были внесены соответствующие поправки к закону. И, как говорят в Государственной Думе, и отмечает инициатор законопроекта, из законодательства наконец-то убран момент абсурда, когда под угрозой штрафа оказались все, кто публикует кадры из фильмов, ну, например, о Великой Отечественной войне. Вопрос не в этом, Дим, вопрос в другом. Они, когда принимали этот закон, и когда все вокруг кричали и били в колокола про этот самый момент абсурда, который они решили убрать спустя несколько лет, они его не видели? Ну, это объясни мне, дурья. Понимаешь, тогда просто вектор... Они колеблются вместе с политикой партии. Поэтому вот их мнение всегда... Они всегда непримиримые бойцы с очень четким... Не важно с чем. Я как портос. Я дерусь просто потому, что я дерусь. И поэтому в этот раз они ликвидируют. И в прошлый раз это была итерация... Они в прошлом были, понимаешь? Они же не могут отвечать, перенестись в прошлое и изменить себя. Тогда была такая вот политика. Владимир из Ярославля пишет нам, ага, и сериал «Человек в высоком замке» тоже посмотрим. О-о-о. Да, и еще комментарии хорошие с вопросом. А ранее сочинивших эту глупость какой-нибудь ответственности привлекут? А это же не глупость. Это просто, понимаете, техническая ошибка. Вот ошибались они. И скорее всего это было как раз в предыдущей думе. Хотя боюсь, что предыдущая соответствует последующей. Просто, Дим, есть люди, получившие за это штрафы. Есть. Вот кто... Нам говорят... Они прям признают ртом, что это был момент абсурда. Из-за этого момента абсурда есть люди, пострадавшие от этой статьи. И где пострадавшие из-за пострадавших... Закон обратной силы не имеет. Ты же сама знаешь. Да. Ну, все. Так в чем вопрос-то? Вы как юрист, Дарья Семеновна. Ну, как вы? Вы пришли, ну, на радио, ну, ротом, ну... Я хочу об этом забыть, понимаете? Ну, так не бывает. Поэтому нет, закон обратной силы не имеет. Никто штрафы, конечно, обратно не вернет. Хотя я на месте бы пострадавших попадал бы в суд. Да, конечно. Потому что здесь вопрос принципиальный. Даже если вы проиграете этот суд, но я считаю, что это именно как раз вопрос чести в том, чтобы защитить свою честь. Даже если вы выплатили, а скорее всего, вы выплатили эти там штрафы, для вас, скорее всего, они были значительные. Я считаю, что крайне важно после вступления в законную силу этих изменений обратиться в суд для получения компенсации. Ну, если с первого раза принять правильный закон, то чем потом заниматься? И это тоже правильно. Да, регулярно говорю, что в странах Германии, в которых ФРГ, а до этого была там еще разные страны, есть законы, действующие со времен Кайзера. Представляете, как будет скучно нашим законотворцам, если будут законы действовать со времен там, еще какого-нибудь Николая Первого. Ужас. Не, 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 так жить нельзя. Так, ну, я смотрю на часы, у нас есть время еще на одну новость. Нижняя палата российского парламента, то бишь, Государственная дума, приняла в третьем... Чем выше любовь, тем ниже поцелуни. Да, окончательном чтении закон, друзья, я вас с этим поздравляю, обеспечении учащихся начальных классов школы бесплатным горячим питанием. Ты знаешь, это не будет работать до тех пор, пока в Конституцию не внесут. Все-таки ты считаешь? Нет, я считаю, что вообще, потому что вот очень правильное предложение внести все-таки в Конституцию правильный рецепт салата Оливье, потому что без этого вот Конституция слишком тонкая, ты же ее вот, ну, видел, ну, вот бумажка бумажкой, вот она, понимаешь, ну, лежит несчастная, вот когда ее берешь там с полки, никакой толщины, а вот если это внести в Конституцию, сразу заработает. Более того, надо внести в Конституцию, чтобы не было бедных, надо внести в Конституцию, чтобы, соответственно, все люди были братья, друзья, там, ну, не знаю, товарищи, и мрази, одновременно. Закон, как пояснил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, цитата, позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или в селе, бесплатно обедать в школе. Нет, я не сопротив, чтобы они подписывали бумаги, меня терзают смутные сомнения, а вот, может быть, позволит школьникам нормальное финансовое обеспечение школы без всяких там дополнительных бумажек, может быть, как-то федеральный бюджет не будет все отгребать от регионов, у нас, потому что будет Наталья Васильевна Зубаревича очень просто. Через полчаса буквально. Буквально через полчаса. И, может быть, вот эту систему перераспределения вернуть к нормальному, скажем так, распределению, и тогда не надо будет принимать какие-то особые законы, и горячее питание будут обеспечивать, соответственно, избираемые, страшное слово говорю, избираемые мэры, избираемые местные губернаторы, избираемые местные депутаты, когда граждане какого-то района будут говорить, слушайте, дорогие депутаты, мы хотим, чтобы у наших школьников было горячее питание, или наоборот, примет какой-нибудь район, или город, или даже губерния, примут решение, что мы не хотим, чтобы у нас было горячее питание, хотим, например, холодное питание, потому что есть регионы, где, ну, должно быть, попросту говоря, холодные напитки, ну, кондиционеры надо поставить, ну, так, на секундочку, почему везде горячие обеды? Ты знаешь, я думаю, что еще немаловажный момент, если мы говорим о школьном питании, ты помнишь, мы с тобой делали довольно большое количество эфиров, где родители, ну, просто это какая-то страшная была волна, как раз на фоне отравления еще московских школьников, именно о качестве, того, чем кормят детей. Это даже не обсуждается, конечно. Даша, понимаешь, это не обсуждается по причине того, что для того, чтобы было качественное питание, для этого нужна конкуренция, а не только господин Пригожин, великолепный повар, лучший, который обслуживает первых лес государства, но и будет кормить наших детей. Это же прекрасно, понимаешь, можно... Не только детей, теперь еще и больных. Главное еще, чтобы не дошли до рожениц и принудительно не кормили через вену дома. Все, я понимаю, что ребенку хотя бы можно с собой туисок передать, и он как-то может обойти-то всю историю. А вот еще и осужденных, если начнет кормить, это вообще будет прекрасно. Друзья, через несколько минут еще одна тема, и мы хотим ваших звонков 730-101. Обсудим очередной опрос Левады. Левады-центр выяснил, что большинство россиян видят в Западе друга. Расскажем по цифрам, зададим пару интересных вопросов. А вы кого видите в виде Запада, друга или врага? И почему? И почему? И почему? 903-797-6333. Дмитрий Потапенко, Дарья Гордеева, оставайтесь с нами. Потапенко будет. Так, всем доброе утро. Присоединяйтесь к нашему эфиру 903-797-6333. дайджест новостей, различных новостей. Вот тут Левада-центр написал. Большинство россиян видят в Западе друга. Почти 80% россиян считают, что Россию и страны с Запада... Ну, это не совсем так. Понятно, но это кликбейт тогда. С Запада должны связывать дружеские и партнерские отношения. К такому выводу пришли следователи из Левада-центра. Врага в лице Запада видят только 3% граждан. Еще 16% определили его как соперника. Хорошо. При этом респонденты с большей симпатией относятся к Евросоюзу, чем к США. К Штатам отрицательно относятся 46% опрошенных, а к Евросоюзу 37%. Ну, тут много моментов. Начиная от того, более подробного вопроса, то есть не просто хорошо-плохо, а почему так. Заканчивая более интересным моментом, что может пора уже делиться на наших и ваших. Друзья, действительно, вот это то, о чем мы хотели с вами поговорить. Смотрите, нам последние много лет говорят о том, что Россия в кольце врагов, тем не менее, мы видим, сколько там, Дим, ты еще раз сказал, 3% всего наших сограждан видят врага в лице Запада. 16% определили как соперника, окей, это люди, увлеченные геополитикой. Значит, смотрите, мы, вот вопросы, которые мы хотели бы вам поставить. Может, вот это очень хорошая формулировка по поводу того, что не надо делиться на ваших и наших. Сюда же хочется упомянуть вчерашний эфир с Аленой Водонаевой. Мы с Анной Сергеевной сегодня это уже обсуждали час назад примерно, что у нее, что у меня, знаешь, огромное количество в соцсетях в личке сообщений из разряда «Боже мой, пропала радиостанция «Серебряный дождь». Загнило? Да, Алена Водонаева у вас в эфире. То есть люди, не понимая, точнее, принимая ее как неблизкого человека к своему кругу, считают возможным оставить вот ту травлю, которая сорганизовалась вокруг нее, как, ну, чужого же травят. Ну, давайте, вот мы ее не будем трогать. Скажи мне, вот смотри, мне немножко проще. Вы тут, что называется, мхом поросли, вы тут корнями обросли. Напомню тебе эфир с Филиппом Киркором, который вел я. И Милоновым, например, тоже. И вот Алену Водонаевой. Все эти три человека очень четко выпадают из, как бы, некой обоймы под названием там Серебряный дождь. Я не против, что дождь пропал. Я даже сильно за, что он просто сгнил и упал. Поясните мне, те, кто пишут, что дождь пропал, почему? Ты смотри, ты даже... Подожди, я сейчас закончу фразу. Почему самое большое количество просмотров? Нет, ну, это-то понятно. Нет, подожди, подожди, еще раз. Нет, ну, послушай, ну, это ты же, прощай. Это законы медийки, Дим. Подожди. Чем больше тебе человек не нравится, тем больше ты будешь не мешаться его жизни. Вот люди, вот ты пишешь, я такой, слушатель, дождь пропал, кого вы пригласили? Филиппа Киркорова, там, Аленова Данаеву, там, Милонова, Дани там и далее. Вот полный список Я согласен Я думайте против Я согласен с вашим постом Поясните мне, пожалуйста, зачем написали? То есть ежики плакали Кололись, но слушали Милонова? Я здесь даже еще хочу обратить внимание на один момент Который ты обозначил Ты говоришь, что сформировалось Своё сообщество И это именно о том, о чем я тебе говорю Мы по старинке Я понимаю, что это в человеческой природе Делить людей на чужих и своих Но мы же уже как-то считаем себя Мы развиваемся Я типа по-другому переброшу этот мостик Мы все формируем Своё сообщество Вопросов нет, это нормально И есть люди, с которыми ты там общаешься А есть с которыми не общаешься Я помню, я выступал На московском экономическом форуме На одном из экономических форумов И рядом выступающим Я сидел с края, потому что мне надо было раньше уходить А предыдущий Посадили Стрелкова Если ты думаешь, что у меня не было Да как вы можете Я дико извини Я пытаюсь срастить логику Я должен зачистить Помыть пол Обвести белый круг Организаторы пригласили другого выступающего С какой-то альтернативной точкой зрения Которая вам может быть Триста раз не нравится Которая может не нравиться мне Я могу там не общаться с этим человеком Или общаться не более чем Привет пока Потому что я должен Даже для того, чтобы изучить его точку зрения Я должен вынести своё собственное суждение Более того, я не видел бы ничего плохого Собственно говоря, взять у него интервью Потому что я должен понять человека А не судить с вашего мнения Какое бы оно ни было Правильно или неправильно Ну вот смотрите, ребят Значит, вот основываясь на вот этом опросе Левады Очень, на мой взгляд, интересным О том, что всё-таки большинство 80% россиян считают, что Россия и страны Запада Должны дружить И только 3% опрошенных Видят в лице Запада врагов К вам вопрос Пора, может быть, и мы доросли Как общество Я имею в виду не мы, как Россия А мы вот как человечество Перестать делиться на ваших и наших И тут интересный момент Вы вообще считаете Это в принципе возможно? Вот можете ли вы себе представить Мир без границ? Ну то есть ты совсем хочешь Такого равенства Оно есть равенство Я хочу мира без границ Вот это вот, Дим Тайная мечта Дарьи Гордеева Она уже осуществилась Проблемов только заключается в том Что когда ты говоришь о мире без границ Ты в эту секунду бросаешь Вызов тем людям Которые в каждом государстве Называют себя политиками И в каждом государстве Называют себя государством Потому что в эту секунду Нужно будет по какой-то причине Объяснить А зачем нам Всем Вот эта надстройка Под названием государство И Дарья Гордеева получается На самом-то деле Она же не просто так Она получается у нас анархистка Представляете? Она хорошо, слава богу Сейчас она дозванивается Этого никогда не услышит А услышит это в подкасте И будет поздно Вот Поэтому ты никогда даже не узнаешь Какие гадости Она горела за твоей спиной Главное правильно воспользоваться моментом Итак, друзья О чем говорят нам цифры Которые нам озвучила Левада Еще раз напомню Почти 80% россиян считают Что Россия и страны Запада Должны дружить Лишь 3% граждан страны Видят в лице Запада врага А 16% определяют Запад как соперника Эту тему обсудим с политтехнологом С социологом Роман Романов На связи со студией Серебряного дождя Роман, доброе утро Доброе утро Это о чем-нибудь говорит или это ни о чем не говорит? Ну, Грой, может правильно просто вопрос задали И поэтому так ответили? Ну, знаете, я позанудствую немножко Все-таки как социолог, да? Когда задается такой вопрос Я вот тоже сейчас прямо на него смотрю Всегда, ответ всегда зависит от информационного контекста Значит, в котором человек находится Ну, то есть, если человек, допустим Если ему перед этим задать несколько вопросов Про военные действия Запада Там, не знаю, на Ближнем Востоке Да, про агрессивную политику США То ответ будет одним Если человек находится Ну, там, только что новости какие-нибудь посмотрел То ответ будет более, как бы, негативным, да? Если человек до этого, там, не знаю, рассказывал Про то, какую он машину купил То, значит, ответ будет более нейтральным Поэтому это очень контекстуально меняемая история Мы даже по этому опросу видим Что как только Когда мы спрашиваем про Запад вообще Цифры одни Когда мы начинаем называть конкретные страны Там, допустим, США, Евросоюз Цифры тут же начинают скакать А если мы, значит, спросим у того же самого респондента Будем называть, там, не знаю Конкретные европейские страны Скажем, там, Италия, Германия Не знаю, Великобритания И так далее Значит, цифры снова изменятся Но в целом я хочу сказать Что, конечно, отношение В России к Западу И к его, значит, каким-то конкретным Насчет структурам Действительно неровное Вот, потому что, с одной стороны Мнение, что, ну, мы, как бы, не совсем друзья Ну, скорее, конкуренты Оно в целом присутствует Но мы конкуренты, как бы, военно-политические Вот если начинаешь с людьми говорить Про блок НАТО Значит, про США конкретно Потому что к Америке такое отношение Это, значит, одно Но в то же самое время Все носят, значит, американцы Все потребляют американскую массовую культуру Все, значит, носят И потребляют что-то, сделанное на Западе У нас полно Насчет западных товаров И это понимают Вот Поэтому на каком-то культурно-таком Экономическом уровне Никакого особенного противостояния Западам, скорее, ну, вот В массовом сознании и нет Вот Так что вот такие дела Понятно, хорошо Спасибо, спасибо вам Спасибо большое На связи со студией Серебряного дождя Был политтехнолог Социолог Роман Романов Ну, вот смотри Из того, что слушатели пишут Давай Сергей из Торонто, кстати По поводу отсутствия границ Наш любимый, да Мир без границ Это и моя мечта Но в таком мире Трудно найти работу Конкуренция большая Из ватсапа сообщения Друзья, еще раз Сергей Извините, что перебью Ремарочка А почему будет сложно найти работу? Вы считаете, что Тут же мигранты приедут на хорошие места? Я так понимаю Вы предполагаете? Поясните И поясните, почему сейчас этого не происходит? Поскольку, если вы живете в Торонто А это Канада То у вас Ну, в Канаде Очень серьезная Иммиграционная политика Куда, в общем, по сути дела Завозят Благодаря Вернее, не благодаря А потому, что Тоже население Канады Уменьшается и вымирает Завозят огромное количество мигрантов Причем это государство Как раз приглашает Так вопрос Представим, что Государство Канады исчезло Ведь Как будем Почему мигранты-то Не ломанутся Вот прям вот Со страшной силой А видите, государству Приходится прикладывать усилия Делать там Такие-то программы Сякие-то программы Что вдруг-то? 730-101 Телефон прямого эфира Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Александр Из Московской области Приходится часто Общаться с европейцами И у многих из них Повестка номер один На данный момент Это как раз объединение Причем объединение Всецело А государство Понимаете, мы сейчас живем В таком мире Который когда-то Кто-то построил Не совсем дальновидный Разделив эти границы И теперь давайте разбираться По факту же Сейчас Главная цель государства Это локальный менеджмент Именно территориальный менеджмент Вот, например Проблема мусора В нашей стране Нет же ничего плохого Чтобы посмотреть Например В Швецию Которая давно решила Уже проблему с мусором Взять у них хороший пример И взять его себе И вот так делиться Друг с другом Тем самым Делая наш общий мир Лучше для всех нас В Европе Эта повестка Активно обсуждается И действительно Они сейчас Прикладывают много усилий Для того, чтобы Объединяться Шенген Большой пример Они сейчас Граждане Евросоюза Они живут Свободными людьми Без таких границ Не ограничивая себя Рамками собственных государств Что мешает всем остальным Только история Понятно Спасибо Спасибо большое Несколько сообщений Еще успеем Про миры без границ Пишут наши слушатели Верю Глобализация наше Все Надоело Это мышиная возня У человечества Есть другие проблемы Следом Вот такое Должны дружить Это фраза очень широкая Они должны дружить с нами Потому что мы великие Или мы должны дружить По причине того Что нам это необходимо Для развития Вчера у меня была Как раз конференция Круглый стол Посвященный Влиянию коронавируса На экономику И вот я По поводу Нас дружить с ними Или они с нами Их Слава богу Там было как раз Ребята Те кто занимаются Работой из Китая И правильно Они там Из школы Сколку Я давно этих ребят знаю Говорят Ну давайте все-таки Немножко поставим себя На место И поймем Что мы для китайской экономики Не можем ничего предложить По причине того Что для них там построить Завод на 200 тысяч масок Это вопросов нет А у нас 20 тысяч масок шьют Поэтому Кто с кем должен дружить Мне кажется Что приграничные территории И так имеют Взанимое проникновение А то что мы Ошибочно называем государством Удерживает то что мы Называем ошибочно политиками Итак друзья Возможен ли на ваш взгляд Мир без границ Или они необходимы И тогда пишите Почему Как вы относитесь К разделению общества На ваших и наших Дмитрий Потапенко Дарья Гордеева Через пару минут Продолжим Потапенко будет Всем доброе утро Делим на наших и ваших Кто наши Кто ваши 903-797-6333 С большим удовольствием Узнаем Ваше мнение Друзья Кто наши и ваши Основываясь На очередном опросе Левадо-центра С которого выяснилось Что почти 80% россиян Считают Что Россия и страны запада Должны дружить И лишь 3% В западе В лице запада Видят врага Спросили у вас Как вы относитесь К миру без границ Считаете ли вы это возможным Если да То почему Если нет Особенно Почему Вот Мария нам пишет Из Москвы Ватсап Можно и не дружить Точно сотрудничать В максимально возможном Количестве сфер Изоляция Это путь в никуда А принцип песочницы Наш не наш Давно уже пора забыть Все должно быть Прагматично Ну хорошо Но есть же какие-то Агрессивные там Ну не то чтобы нации А вот Вот например В Чемодановке Произошел конфликт Напомню Можно ли дружить С цыганами В Чемодановке Вопрос вам На засыпку Или где-нибудь Какая-нибудь Кавказская республика Где вот Кругом джиги Да мы можем даже Не брать запад У нас и поближе Да Просто соседи А чемодановка Это пенза Да В которой как раз Дело сети И рассматривалось Еще один комментарий Мир без границ У человечества Быть не может Наша природа И стратегия выживания Изначальное деление На свой и чужой Это биологический момент Корни его Намного глубже И старше Любой цивилизации Может история Ничему не учит Но ее знания Дают глобальные ответы На очень многие Острые вопросы 730-101 Доброе утро Слушаем вас Алло Да, доброе утро Алло, да Это я в эфире? Конечно Я бы хотел поспорить По поводу настроений В Европе По поводу объединений Так сказать Снять розовые очки А как же Пример Британии С ее брейкзитом И внутри Британии Ирландия Там спит и визит Как бы отделиться Еще Мы вот В августе Путешествовали Севере по Испании Там Каталония Питы видят Как бы Приобрести независимость От слезаний Страна Пасков То есть Я особо не вижу Такого Всемирного объединения Желания Стереть границы И плюс еще язык Вот меня очень удивило Что В самой Испании Столько диалектов В Каталонии Свой диалект Валенсии Валенсийский Причем Это не просто диалект Это вообще Это другой язык Внутри Испании Люди Разговаривают На разных языках И не стремятся Учить Ни английский Что меня тоже Очень удивило Потому что там Очень много туристов Но сами Испанцы Они Такое ощущение Что принципиально Отказываются Учить английский И говорят Вы к нам приехали Вот вы и напрягаетесь Пришли к нам В полушную Вот и скажите Что вы хотите На нашем Валенсийском диалекте То есть Я бы Не разверял Ваше мнение Что в Европе Так все Гладко У нас не мнение Скорее А скорее Какие-то такие Мечты Гипотезы Прожекты Не более чем гипотезы Пишут нам Границы Это в большинстве случаев Выдуманные людьми Барьеры В одном случае Примером тому Шенген Даже водные Водные преграды Для людей Не границы А в другом случае Даже имеющие Равнинную Сухопутную Границу Государства Разделены Высоким заборов И примеров Масса К сожалению Будем откровенны Земля создана Без границ Пишут наши слушатели Удивительно Да А например Когда Ингушетия С Чечнёй Передают Друг другу Часть территории Возникает Конфликт Вплоть До вооружённого Может произойти Так всё-таки Мир с границами Или без границ Это вопрос К нам с вами Так Формальные границы Нужны Пишут нам Игорь Откройте свою дверь В квартиру Но не видеть В соседе врага Это нормально Давно известно Что в России Эмпатия и коммуникация Между людьми на очень низком уровне Это влияет на скорость Коммуницирования И эффективность бизнеса Мы ещё деревня Назашоренные С фобиями Провинциалы Вот пожалуй Такой комментарий Поэтому будем делать Мир без границ Главное сначала Начать со своего сознания Ну а если у вас Живёт Агрессивный сосед У которого есть оружие Ну это я уже Своё частное мнение Вставлю То просто у вас Должно быть оружие И тогда он будет знать Что не имеет смысл На вашу территорию Вторгаться Просто надо уравновесить Пистолетный паритет Друзья Через несколько минут В нашем эфире Наталья Васильевна Зубаревич Профессор кафедры Экономической и социальной географии России Географического факультета Серебряный дождь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова